Всем привет! Вы на канале Elisabeth Books и добро пожаловать в новое видео. Сессия подходит практически к самому концу. Вскоре мы вернёмся к привычному режиму два видео в неделю. По крайней мере, я очень хочу вернуть именно такой график. Но сегодня поговорим о предстоящих книжных новинках, самых долгожданных анонсах и книжках, которые вот-вот выйдут из типографии. Но начну я, пожалуй, с двух графических романов. Это не частые гости на моём канале, но я просто не могла пройти мимо этих новинок. Во-первых, совсем скоро, в апреле, в начале апреля, выходит у нас комикс «Предание Олимпа». Впервые я познакомилась с этой историей на канале у Юли Books Around Me. Я очень люблю греческую мифологию. Когда узнала, что это графический роман, история о Персифоне и Аиде, я просто сразу же поняла, что мне это нужно. Я уже видела на канале у Юли оригинальное издание этой истории, этой книги. Выглядит это всё просто в потрясающе, в прекрасных тонах, с прекрасными иллюстрациями. И мне очень хочется уже познакомиться. Уже сделала предзаказ. Совсем скоро, я надеюсь, ничто не заставит перенести анонс. И в апреле я получу свой экземпляр в руки. Во-вторых, продолжают выпускать комиксы «Чародейки». И вторая арка, точнее первый том второй арки у нас тоже выйдет где-то в феврале или в начале весны. Очень хочется продолжить знакомство, продолжить ностальгировать по «Чародейкам». Я их просто обожаю. Ни для кого это не секрет. Я думаю, на моём канале уже есть небольшой мини-обзор первой арки комиксов. Если вы его ещё не видели, то настоятельно рекомендую перейти по ссылкам в описании. Там будет вся необходимая информация. И если вы любите «Чародеек», но до сих пор не читали комиксы, только смотрели мультсериал, то комиксы – это очень интересная тоже вселенная. Она шире, чем сериал. Она намного детальнее. И там точно вы подчеркнёте какие-то новые любопытные факты. Продолжаем путешествовать по книжным новинкам от любимых издательств и любимых авторов. Лия Арден и её «Невеста ноября». Книга, сказка, ретеллинг на сказку «12 месяцев». Это произведение долгое время было в электронном формате, то есть можно было спокойно купить и прочитать всю эту историю от и до. Но мне очень хотелось познакомиться именно с бумажным изданием. И вот, наконец, в феврале или в начале весны мы увидим «Невесту ноября». Настолько потрясающая, настолько красивая и элегантная обложка, что у меня не хватает слов передать весь свой восторг. Но так история будет нам рассказывать о девушке, которая должна быть принесена в жертву некому магу, богам, ради того, чтобы усмирить вечную зиму. Как я понимаю, тут будет не только привязка к оригинальной сказке о «12 месяцев», но будут ещё и какие-то элементы фольклора, какие-то элементы древних традиций, колдовства. Я всё это люблю и очень интересно, как Лия Арден раскроется в новой истории. Ещё одна потрясающе красивая новинка «Сердце призрака», а как я понимаю уже по обложке, история косвенно связана с произведением Гастона Леру «Призрак оперы». По крайней мере, какие-то мотивы автор точно заимствовала. Семья, состоящая из трёх человек, отец семейства и две его дочери, заезжают в новый дом в особняк в викторианском стиле, и все их первоначально отговаривают покупать по какой-то причине этот особняк, якобы в нём обитают провидения, творится что-то паранормальное, но ни отец, ни его старшая дочь не верят в эти слухи. Однако младшая девочка начинает замечать, что что-то происходит в этом доме. Не то она жалуется на это старшей сестре, и уже старшей, Стефани, нашей главной героини, начинает во сне приходить некий юноша, который, как она уверена, умер очень много лет назад, но именно тайна этого юноша, тайна этого поместья связывает всю историю с тем, что творится в комнате младшей сестры, ведь она уверяет, что видела некого человека в маске. На самом деле я сейчас намного детальнее и разборчивее подхожу к своим книжным покупкам, стараюсь пропускать мимо себя какие-то проходные неинтересные произведения, но вот тут я не знаю. С одной стороны, есть опасения, что всё это скатится в любовную историю, что тут будет очень мало интриги, но с другой стороны, моя слабость, это старые особняки, поместья, в которых творится что-то загадочное, привидения, тема с прошлым, будущим, какие-то семейные тайны, и я даже не знаю, пропустить мне эту книгу, или всё-таки взять свои руки, дождусь первых отзывов, а там уже посмотрю, что с ней делать. Продолжают достаточно оперативно переиздавать Теда Уильямса и его цикл «Орден манускрипта». Вторая книга «Скала прощания», опять её разделили на два тома, у меня уже есть первая часть, точнее первые два тома. Я, честно говоря, не понимаю, почему их издают именно в двух книгах. Во-первых, это недостаточно удобно, а во-вторых, там не настолько мелкий шрифт, там не настолько большое количество страниц, чтобы не уместить как-то историю под одну обложку. Но раз приняло издательство такое решение, то пусть так оно и будет. Я ещё не познакомилась с первой книгой, точнее, с первыми книгами, только планирую это делать, но, конечно же, хочется приобрести себе про запас. И второй том тоже, иначе они просто совсем скоро пропадут из продажи. А мне очень хочется познакомиться с этой историей о храбром поварёнке Саймоне, который мечтает о приключениях, о великих свершениях. И, как я понимаю, во втором томе эти великие свершения, наконец, его настигнут. Выпускают на русском языке новую трилогию, последнюю трилогию в огромном цикле. «Робин Хопп», если я не ошибаюсь, «Сын солдата». Уже анонсировали два тома, третий, как я понимаю, тоже должен совсем скоро подоспеть к этому грандиозному пиршинству. Я очень заинтригована Робин Хопп. Опять же, планирую в 2022 году знакомиться масштабно с её творчеством. Мне кажется, это очень сильно мне понравится. У Робин Хопп есть все крючки, все фишки, которые точно покорят моё сердце. Но планирую я начинать своё знакомство с «Королевского убийцы». И там уже потом, если мне понравится, я, конечно же, буду собирать цикл. Но фанаты Робин Хопп обратите внимание, чтобы не пропустить долгожданную новинку. «Керри Манискалка. Царство проклятых». Второй роман из цикла «Царство греха». Я читала «Керри Манискалка» в осеннем хэллоуинском марафоне. Опять же, оставлю все ссылочки на видео в описании. И, в принципе, история мне понравилась. Она была на порядок лучше, чем первый цикл «Керри Манискалка», с которым я начинала знакомство. Это охота на Джека Потрошителя. Я обучаю детективы, но тогда история мне показалась немного слабой. Она не дотягивала до вау-эффекта. «Царство греха», но другое. По стилистике, по антуражу. И, как я понимаю, во второй книге главная героиня и её союзники или враги будут путешествовать по аду, изучать его локации. Скорее всего, я продолжать знакомство с циклом не буду. Мне хватило одной книги. Она была прекрасным развлекательным чтением, но как-то дальше знакомиться с историей мне совсем не хочется. Первый том из цикла «Вампирия. Двор тьмы». И по аннотации, по обложке я бы никогда не подумала, что это «Young Adult Fantasy». Это история об огромной вампирской империи, где вампиры захватили власть. Они пробощают буквально обыкновенных людей. Это коварные монстры, которые питаются. Их кровью находятся у власти. Им подчиняется буквально всё. Главная героиня Жанны является жертвой этого вампирского режима. Всю её семью убивают. Только она остаётся в живых, да и то каким-то чудом. И теперь девушка жаждет мести. Она хочет свергнуть этот режим. Она хочет отомстить за пролитую кровь своих родных и близких. И так как Жанна буквально является сиротой, она может примерить на себя абсолютно любую личность. Придумать себе совершенно новую историю. И этим она пользуется, чтобы попасть в ряды высшей аристократии, чтобы завлечь в свои сети тех людей, которые причинили зло её семье. И мне очень нравится, как выполнена обложка. Я не видела её ещё вживую, только пока на анонсах. Но мне кажется, это должно быть нечто интересное. Тем более есть некая историческая привязка, исторический антураж. Это Версаль, это потрясающие картины готики, это потрясающие платья, балы. Скорее всего, будет нечто в таком духе. Что ж, посмотрим, что из этого всего выйдет. Переиздание в новом оформлении книги Марисы Мэйер «Бессердечная» — это история Красной Королевы из Страны Чудес. Именно история, как она стала той, кем мы её привыкли воспринимать, что происходило в её детстве, юности, молодости, какие события подтолкнули её стать настолько безумной и кровавой. Я ещё не знакома с этой историей, хотя мне, в принципе, нравится. Я обожаю, даже, памятство «Лунные хроники» Марисы Мэйер. Думаю, познакомиться с историей именно в новом оформлении. Уж очень оно сказочное и просто потрясающее, насколько я могу судить по анонсу. Подойдёт к серии «Лунные хроники». Смотреться всё это на полочке будет просто потрясающе. Гандиозное коллекционное переиздание всей трилогии «Холли Блэк» воздушно народит с историей о Джуд, о Фэри, о кровавых политических интригах в мире Фэри, об убийствах, о любви. У меня есть полностью эта трилогия. Я читала её в прошлом или прозапрошлом году. Я уже, честно говоря, не помню, но мне очень нравится, как «Холли Блэк» выстраивает свой мир Фэри, как она их выписывает, как она описывает их характер. Очень хочу познакомиться с дальнейшим творчеством писательницы, которое посвящено этим существам. Но я пока не решила для самой себя, нужно ли мне коллекционное издание. Честно говоря, оно не вызывает у меня каких-то чересчур тёплых чувств. Оно не завораживает взгляд именно с первого просмотра. Но сто процентов найдутся многие желающие на то, чтобы приобрести эту красоту себе в коллекцию. А вот это вот действительно интересная новиночка «Тринадцатая фея». История о феях Фэри. Наша главная героиня пробуждается от сна после какого-то проклятия. Она понимает, что она единственная из выживших в своём роду является «Тринадцатой феей». И, конечно же, она жаждет отомщения, жаждет пролить кровь за кровь своих родных и близких. И, в общем, эта фея начинает опасное путешествие, опасное приключение, в котором ей будет помогать некий юноша. И мне очень нравится слоган на обложке, который косвенно касается злой королевы. И вот мне интересно, это будет путь антагониста или путь героя всё-таки. Наша гея, она кто? Злодейка или герой в этой истории? Мне бы очень хотелось почитать историю именно про злодея, тем более в таком антураже. Что ж, подождем, когда книга выйдет, уже есть предзаказа. Я её прочитаю 100% и уже буду выносить какой-то свой вердикт, если, конечно, у меня не пропадёт за время выхода предзаказа. Всё желание читать и знакомиться с этой историей. Финальная часть серии Корона тьмы, сумеречные боги. Ещё одна трилогия о Фэри будет завершена. У меня есть две первые части. Я ещё к ним не приступала, даже не читала детально аннотации, но я думаю, это будет что-то интересное. Во всяком случае, Екатерина с канала Tuttle Girls очень неплохо отзывалась именно об этой трилогии, выделяла её пару лет назад. Екатерина очень много литературы читает именно подростковой о Фэри, ей можно доверять в этом плане, она выделяет какие-то яркие плюсы и минусы каждой трилогии. Вот именно на Корону тьмы я почему-то обратила внимание и думаю, это станет отличным, развлекательным чтением. И последняя книжная новинка от издательства Компас Гид. Боги как люди, круги на воде. История, основанная на славянской мифологии, колдовстве, традициях, ритуалах. Мне очень нравится обложка, и мне очень хочется поскорее прочитать эту книгу, рассмотреть её от и до. Я очень люблю именно славянский антураж, в целом культуру любой страны, любого народа можно очень интересно обыграть именно в литературе, не только для подростков, но в целом в литературе. И здесь у нас история молодой девушки, которая теряет весь свой смысл жизни, её жених погибает, у неё нет никакого счастья в окружающем её мире, и она решает призывать своего жениха из мёртвых. Но, как я понимаю, из таких сюжетов часто не выходит ничего хорошего, и нашей главной героине придётся столкнуться с каким-то тёмным злом, загадочными существами. Я, в общем, очень надеюсь на атмосферное чтение, и надеюсь, что книга не заставит себя долго ждать. Вот такие вот новинки порадуют нас в ближайшее время. Пишите, что интересного вы для себя подчерпнули, возможно, вы ожидаете какую-то другую новинку, тоже не менее интересную, а я её пропустила. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, узнать что-то новое. Но с вами, как всегда, была Элизабет Букс. Увидимся мы совсем-совсем скоро, уже в новом видео. И всем пока-пока!